Доброе утро, мои хорошие! Начинаю новый влог. И по традиции мой влог начинается с маминой стрепни. Тут Золушка с утра старается, пока я тут сплю. Посмотрите, какой смит она приготовила. Не отличается от магазинного. Тут еще и хлеб печет, посмотрите. Какой классный хлеб. Я вам, пожалуй, не покажу, сколько сейчас времени. Ну да ладно, если что, вы это не видели. Просто вчера я поздно легла спать. Я монтировала для вас влог и легла спать в 3 часа ночи. И вот, кстати, мой стакан, сейчас буду из него пить. И здесь написано, что все будет ок. Если ты сомневаешься, вот доказательства. Мне сейчас надо в обязательном порядке встать и пойти забрать свой заказ, который я заказала на пункт выдачи. Я это делаю специально, чтобы ходить туда пешком и возвращаться обратно. Такая небольшая физкультура. Вообще, мне надо обратно записаться в зал и начать уже нормально ходить. Но мне настолько влом, настолько лень. На улице еще такая погода, знаете, пасмурная. Такое ощущение, что вот-вот сейчас должен пойти дождик. И в такую погоду мне просто очень хочется спать. Мне прям жестко клонит сон. Я вот даже мукбанг снимала. Мне кажется, я прям засыпала, кушая. В процессе я просто хотела уснуть. Но эти чувства в себе в обязательном порядке нужно перебарывать. Лень ведет настолько вниз. Поэтому надо что-то делать. Кстати, насчет моего шкафчика. Я уже который раз вам говорю, что я должна его разобрать, убрать летние вещи, повесить зимние. И может быть, вы думаете, что я уже это сделала без вас. Но нет. Посмотрите на этот вид. Я все каждый день откладываю и все никак не могу. Как я вам и обещала, естественно, шкаф я буду разбирать вместе с вами. Не переживайте, я помню про свое обещание. Но когда это будет, я сама понятия не имею. В общем, сегодня я пойду забирать свой заказ вот в этих обычных джинсиках моих любимых. И футболки оверсайз, но очень удобные. А джинсы-то, оказывается, у меня мятые. Раньше я вообще это не замечала, на самом деле. Когда мне мама делала замечание по поводу того, что я в неглаженной одежде, меня это жутко раздражало. Я видела эту вещь абсолютно ровной и идеальной. Я, видимо, старею. Приходит осознание того, что на тебе действительно мятая вещь. И тебе без никаких замечаний хочется ее погладить. Хотела я вам показать свой лук. Здесь у нас мой бубрик, который хочет выйти. В общем, такая футболка. Ее тоже, кстати, я погладила. И джинсики тоже у меня уже поглаженные. Одна девушка в комментариях мне написала. Вот у твоих подружек у всех породистые котики. А у тебя вот дворняга. Как вам не стыдно писать такие вещи? Посмотрите, какой красивый тиксик. Вот чем он хуже породистых? Вот чем? Культурный, воспитанный, статный, грациозный, умный. Обои не дерет. Писать в нужное место ходит. Но иногда промахивается, правда. Но ничего классного. Они тоже хотят жить со мной. У них нет такой возможности, понимаешь? Они тебе завидуют. Завидуют. Завидуют тебе. Я уже дома. И давайте покажу вам мои небольшие заказы. Я постоянно говорю, что никакого результата от тканевых масок не вижу. И продолжаю их покупать. Они обе корейского бренда Farmstay. Одна с персиком, а другая с авокадо. Стоят ли они обе где-то в районе одного доллара. Хоть я не использую тканевые маски на ежедневной основе, порой после глубокого очищения хочется их сделать и полежать немного. Я уже сто лет ищу масла для губ от Невея в этой железной баночке. Но их абсолютно нигде нет. Поэтому я решила взять альтернативу от Belor Design. Их всего было представлено три варианта. И, конечно же, Алька взяла все сразу. Единственное, чего я очень боялась, что вот этот розовенький будет пигментированный и будет на губах смотреться как помада. Но, к счастью, этого не произошло. Все они прозрачные и очень классно увлажняют и питают губки. Единственный косяк, который я могу подметить, это то, что они очень-очень маленькие. Даже на видео кажется, что объем достаточно большой, но на самом деле нет. Это почти в два раза меньше, чем бальзамы от Невея. То есть в Невея 16 грамм, а здесь 4,5. То есть разница существенная, а цена одна и та же. Кстати, насчет цены. Полная стоимость одного бальзама 4 моната 70 копеек, но я купила с 40% скидкой. Мне обошлись они за 2 моната 80 копеек каждый. И сказать честно, по полной стоимости я бы их не взяла. Лучше бы уж взять Carmex или какой-нибудь Baby Lips от Maybelline. Кстати, девчонки, кто живет в Баку, возможно, вы знаете, где можно купить эти бальзамы от Невея. Пишите обязательно в комментариях, буду очень благодарна. А мы с вами двигаемся дальше. Не знаю, понравится ли вам такой формат, где я показываю свои покупочки. Но я считаю, что это тоже какая-то часть моей жизни. Поэтому будьте любезны лицезреть. У меня уже был подобный крем от Farmstay в классической их версии. И недавно у украинского блогера я увидела вот такой зелененький. Мне стало интересно полазить и найти у нас. Оказывается, 6-7 есть разных разновидностей. Я взяла те, которые мне внешне чисто понравились. Здесь достаточно большой объем. 100 грамм в каждом. Очень легкая такая невесомая текстура. Можно сказать, как флюид. Я, естественно, решила не мелочиться и взять сразу 3. В описании к каждому крему, естественно, есть какое-то особое предназначение. Например, этот крем типа отбеливает и от пигментации от всего на свете. На это я, как правило, обычно не обращаю внимания. Я просто чисто использую их как увлажнялки. Кстати, этот крем невероятно просто круто пахнет. Хотя, возможно, на вкус и цвет товарищей нет. Здесь такой сладкий аромат. Я такие просто обожаю. Ничего не пропадет. В хозяйстве все пригодится. Я очень надеюсь, что вам не слышно, как поет ресторан, который находится под нашим домом. Сегодня они сильно разошлись и прям орут вовсю. И третий крем. Текстура у них одна и та же. Это с гранатом. И он прям пахнет гранатом. Если сравнивать ароматы всех трех, мне больше всего понравился с молочком. То, что фиолетовый. В общем, плюс-минус за эту же цену можно было взять обычный увлажняющий крем от L'Oreal. Но мне больше нравятся эти. Я вообще влюбилась в корейскую косметику. И все, что они делают, я прям влюбляюсь сразу. Также на запас взяла гидрофильное масло от Комплимент. Мне в комментариях писали, в одном из влогов я вам показывала, что я пользуюсь тональным кремом от Миши. И многие говорили, что обязательно нужно снимать гидрофильным маслом подобные тональные средства. Это у меня как-то вошло в привычку. И я теперь любое тональное средство смываю сначала мицелляркой, потом гидрофильным маслом, потом кемпенкой для умывания. Затем уже увлажняю, питаю кожу. Вот смотрите, у меня старый уже заканчивается. Тут совсем чуть-чуть осталось. И вот на замену купила себе новый бутылёк. И последние два продукта из этого заказа, они от польской компании Bell. Я решила опять взять помады. Прошлые помады мне настолько понравились, что это замотивировало меня купить ещё. К сожалению, в этот раз я не попала настолько, как в прошлой. Это помада от Bell в 0,71 оттенке. Она не шиммерная и в то же время не матовая. Я бы сказала увлажняющая. Камера совсем немножко искажает изображение. На самом деле, очень даже носибельная помада подобного оттенка у меня нет. Поэтому с удовольствием буду пользоваться. Но в то же самое время не могу сказать, что я прям в диком восторге, как в прошлый раз. Подходящего карандаша под эту помаду у меня нет. Надо бы прикупить. Чтобы я не покупала от Bell, я всегда остаюсь в восторге. Со сроком годности всё замечательно. Я купила с огромной скидкой эту помаду за 2 моната 50 копеек, если я не ошибаюсь. А эту вообще за монат 30, представляете? То есть почти даром. А я когда вижу скидки, не могу удержаться. Надо, не надо, обязательно беру. И плюс, кстати, там есть все оттенки из этой линейки. Вы можете выбрать абсолютно любой. То есть это не скидка на конкретно какой-то неносибельный оттенок, а просто скидки на всё. А вы уже на своё усмотрение можете выбрать оттенок, который подходит вам. Мне этот цвет, кстати, понравился. Я его попробовала на губах. Меня всё устраивает. Это, кстати, оттенок 07, если вы захотите заказать. Короче, вот столько товаров я заказала в этот раз. Пойду раскладывать всю эту красоту по местам в свой шкафчик, который не бесконечен. Возвращаюсь к вам спустя 2 дня. Сегодня мы, наконец-то, будем разбирать шкаф и убирать все летние вещи. Я уже давно должна была это сделать. Всё никак. Думаю, вот обещала на мукбанке. Всё не довожу, делала до конца. Но если я вам что-то говорю, что я вам сниму обязательно, то я это сниму. Просто нужно, наверное, немножко время. Здесь у меня зимние вещи. И здесь тоже, на самом деле, в перемешку что-то я всё-таки буду оставлять. Какие-то вещи, которые я могу носить и зимой. Поэтому посмотрим. Сейчас будем разбирать. Давайте по ходу ещё буду вам показывать, что у меня есть. Моё последнее приобретение. Купила в Заре, получается, за 89 монат. Очень мне по душе. Безумно нравится. Это будет, естественно, пока что у меня висеть здесь. Музыка. 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 У меня что-то такое настроение, хочется весь гардероб перемирить. Вот это моё любимое зимнее платье. Естественно, я его ношу с тёплыми колготками. Мне очень нравится, как оно подчёркивает фигуру, и поэтому обязательно это платье я повешу, чтобы оно всегда было у меня под рукой и не забывала его надевать. Я вам, наверное, буду всё вперемешку показывать. Это платье я тоже безумно люблю, оно летнее, я его покупала, по-моему, два года назад. И если мне не изменяет память, я его ни разу не носила, в этом году точно. Хотя оно круто подчёркивает фигуру, очень лёгкое, невесомое и безумно женственное. Я просто чисто всё лето ходила в этом платье, покупала его на шейн. Если я не ошибаюсь, где-то долларов за пять. Оно невероятно лёгкое, самое главное, его можно носить абсолютно без бюстгальтера, для меня это существенный плюс. Также я его стирала, наверное, где-то раз в 50, потому что носила просто не снимая. Несмотря на такую частую стирку, платье просто как новое. А этот комбинезон просто уже который год висит в шкафу, без применения. Он, в принципе, неплохой, здесь есть подкладка, здесь ничего не просвечивает, всё прошито просто идеально, хорошего качества. Покупала я его в Нью-Йоркере. Это была достаточно спонтанная покупка, не запланированная вообще. И я думаю, что это был большой промах. Вроде бы он неплохой, но почему-то я себя как-то в нём некомфортно чувствую. Такое ощущение, что я выгляжу просто как кот Леополь. Хотя он просто идеального качества и вроде как неплохо смотрится на мне. Не знаю ещё сколько лет эта штука будет висеть у меня в шкафу. Это всё летние вещи, которые, естественно, мы с вами убираем. Просто решила вам показать. Одно из моих самых любимых платьев. Оно невероятно удобное. Я чувствую в нём себя как принцесса. А вся фишка в том, что юбка здесь достаточно такая пышная. Плюс здесь есть подкладка, хотя платье не просвечивает. Я не знаю, как вам передать, но я в нём чувствую себя реально как принцесса. И длина оптимальная, и рисунок принт классный. Тоже много раз стирала. Всё замечательно. Возможно, это прозвучит парадоксально, но это платье для меня слишком откровенное. И мне в нём некомфортно. Это мой первый заказ с сайта Шейн. И в нём было это платье. Я была безумно рада. И действительно, платье хорошего качества. Просто мне в нём некомфортно. Когда я хожу, этот разрез слишком открывается. У меня такое ощущение, что просто я голая, и все на меня смотрят. Наверное, на какие-то определённые мероприятия можно как-то комбинировать и с чем-то сочетать. Но не могу назвать это платье прям моим любимым. В этом году ни разу его не носила. В прошлом году, по-моему, один раз. Уже наверняка поняли, платье я очень люблю. Разных фасонов, с разными принтами. Главное, чтобы их было много. Это платье любимое моей мамочки. Покупала его в прошлом, по-моему, году, в конце сезона. Я думала, не успею его поносить. В прошлом году раза 3-4 я его надела. А в этом году совсем забыла про его существование. И так оно пролежало в шкафу всё лето. Я, конечно, могу ошибаться. Но, по-моему, в этом году ни разу я его не носила. Но зато в прошлом, даже, по-моему, в октябре, я ходила в этом платье. Потому что было жарко. Ещё одно приобретение из моего первого заказа Шейн. Это вот это голубое платье. Единственный косяк, который я вижу, это платье, предназначенное для девушки с очень-очень маленькой грудью. То есть вот эта область груди, она должна быть в моём случае вот здесь. А она вот здесь. У меня такое настроение, вот прям хорошее настроение. Хочется перемерить абсолютно весь гардероб. И раз я всё это меряю, почему бы вам не показать. Кому интересно, тот посмотрит. Кто нет, закроет видео и перейдёт на мой мукбанг. Так вот, показываю вам ещё одно платье. По-моему, я его покупала в начале этого года. Кинула в корзину прямо в последний момент. И почему-то была уверена, что придёт какая-то хрень. Но ничего подобного. Я просто обожаю это платье. Оно невероятно лёгкое. Не просвечивает, самое главное. И очень оптимальной длины. Я тут всё меряю и думаю, стоит ли вообще это делать. Интересно ли на это смотреть. Решила с вами посоветоваться. Читаю тут комментарии из сообщества. И тут почти 90% за то, чтобы я всё мерила. Ну, раз вы советуете мерить, тогда будем продолжать. Это платье я погладила и повесила в шкаф. И ни разу его не носила. Посмотрите, насколько сильно оно помялось. И это не только из-за моего бордака в шкафу. Я его глажу, надеваю, иду куда-то и потом обнаруживаю, что я в помятом. Для меня это существенный минус. Подобные ткани я не люблю, потому что я безумно ленивый человек. Я не люблю гладить. Я прочитала в описании. Это натуральная ткань. Это нормально, что она мнётся. Но по мне уж лучше пусть будет синтетика. Но всё будет аккуратно. А так, пошив платья просто идеальный. Здесь грудь более-менее на месте. Было бы лучше, если бы было ещё побольше места для груди. Но радуемся тому, что есть. И также разрез в нужном месте. То есть он не слишком высоко. Что позволяет комфортно ходить в этом платье. На первый взгляд вам может показаться, что это платье. Но на самом деле это такой комбинезон. Покупала я его, наверное, года три назад в Нью-Йоркере. С периодичностью, наверное, где-то через год. Иногда ношу, когда вспоминаю, что в моём гардеробе есть такая вещица. Здесь длинный рукав, но он придаёт особый шарм, на мой взгляд. Часто ношу с кроссовками белыми. Смотрится классно. Несмотря на то, что здесь длинный рукав, его тоже я убираю. В этом платье прекрасно абсолютно всё. Единственный момент. Я живу в Баку. И у нас очень ветрено. И в подобных платьях очень сложно. Либо надо постоянно придерживать платье, идти вот таким вот образом. А это очень сковывает движение и вообще некомфортно, понятное дело. А так сзади тут тоже очень круто. Завязывается, очень красиво смотрится. Вот так вот. Я, правда, сейчас не аккуратно завязала, но... На некоторых моих вещах в шкафу появляются вот такие жёлтые пятна. Я не знаю, вам видно или нет. Но я уже сталкивалась с подобным. И оно не отмылось. Даже после нескольких стирок. Вроде в этом году ни разу не носила. Откуда появилось это пятно, мне само очень интересно. Вау, девочки, обожаю этот прикид. Особенно эту юбку. А этот топик прекрасно дополняет образ. В этом я себя чувствую безумно женственной, нежной, утончённой. В общем, очень мне нравится. Хотя мама ненавидит эту юбку и говорит, что я похожа на деревенскую девушку. Но мне нравится. Я уже, девочки, представляю, какие комментарии будут под этим видео. Вам и так и не нравится, как я одеваюсь. А сегодня я показываю весь свой гардероб. Часто вижу подобные комментарии. Типа, она ими стилиста, пусть он научит тебя одеваться и так далее. Так вот, хочу ответить всем этим комментаторам. Для меня одежда это способ самовыражения. И для меня самое главное, чтобы я комфортно чувствовала себя в этом. И мне нравилось, как я выгляжу. И в моём блоге я не учу вас, как правильно одеваться, как стильно одеваться, как одеваться по трендам. Я всего лишь показываю свой гардероб и как комфортно одеваться мне. Сказать честно, эти комментарии не сильно меня задевают. Я просто не понимаю, зачем люди об этом пишут. Даже если человек одевается, например, в стиле 2000-х и ему окей, мне сейчас наплевать. Я вижу, как одеваются эти модные эксперты. Они смотрятся действительно круто, но я в этом себя не вижу. И именно поэтому покупаю, ношу вещи, которые нравятся мне. Я считаю, что каждый должен жить по этому принципу и быть хоть немножечко толерантней. Пока я не сняла вот этот вот топик, решила померить ещё это платье. Это, кстати, не летнее, а даже, я бы сказала, зимнее, тёплое платье. Очень красивого кроя, очень интересного фасончика. Его я покупала на какое-то мероприятие, на какое уже точно не помню. Здесь очень интересные рукава, что-то вроде корсета здесь. И самое главное, вот эти вот пуговицы, они очень тугие. И когда я сажусь, либо встаю, ничего лишнего не видно. А это самое главное. Здесь у нас из той же оперы опять юбочка, разлетайка. Её я уже ношу дома, потому что на улице бедрено летом. И невозможно носить подобные вещи. Либо надо купить какие-то шорты. Можно даже взять какие-то короткие велосипедки, уже смело носить подобные юбки. А пока что я ношу эту юбку дома. Ещё одна спонтанная покупка. Такой костюмчик, где низ невероятно просто большой. Посмотрите, насколько большие шорты. Назвать их S, это, конечно, преступление. Действительно, очень большой и верх, и низ. Я просто не знаю, на кого такое шьют. По идее, это костюмчик. Эти шорты и вот такой вот топик. В принципе, можно носить вместе. Но также мне очень нравятся эти шорты сочетать с вот таким вот кропом. Здесь получается наискосок. И вот здесь наискосок, мне кажется, безумно классно дополняют эти шорты с этим верхом. Но также, естественно, можно носить и вот с таким вот кропом. Верх, кстати, я один раз носила с джинсами. Смотрится классно. А вот шорты, до них очередь, к сожалению, не дошла. На видео, конечно, кажется, что я это все сделала буквально за 10-15 минут. Но на самом деле нет. Потратила очень много времени, сил. Но зато у меня теперь вот такой вот порядок. И здесь у меня абсолютно пусто. И, кстати, я сделала порядок не только здесь, но и в этой части шкафа. Видите, у меня уже свет, ринглайт, потому что на улице уже вечер. Кое-что из летних вещей я все-таки оставила. Разные там топики, кропы, это все понадобится. Тут у меня домашняя одежда, то, что я ношу дома на постоянной основе. Немного джинсов и вот всякие кофточки, ветровочки с длинным рукавом. Что-то вот три четверти оставила. В общем, то, что пригодится. На этом уже все. Огромное спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки. И обязательно жду ваши подписки. Пока!